И снова рад приветствовать вас, друзья, на своем канале. Доброго вам морозного утра! Октябрь на дворе. 9 утра и 9 октября. Итак, в этом фильме покажу и расскажу вам про работу гибридного инвертора SiloMax 7200MASH. Это один из самых лучших инверторов на систему 48 Вольт. Многие из вас просили показать именно настройки данного инвертора. Посмотрим, поговорим о настройках. Доброе утро! Поехали! Для тех, кто первый раз заглянул на мой канал, напомню, у меня 4 кВт 800 Вт по панелям. Здесь, на данной крыше на поворотном устройстве, находится 3 кВт 600 Вт и еще 1 кВт 200 на крыше дома. Зайдем в мою электростанцию. На ваших глазах гибридный инвертор SiloMax 7200MASH. Сегодня подробно поговорим про его настройки. Сегодня техническое видео. Друзья, пройдемся по настройкам гибридного инвертора SiloMax 7200MASH. К слову сказать, данные настройки подойдут и для таких инверторов, как SiloVI 5000MASH, SiloVI 3000MASH, но там только на 24 Вольта. Смысл такой же, поймете, где какие пункты. Что я хотел сказать. Любой инвертор вы поставили, первым делом подключите к нему аккумуляторы. Если это касается Silo7200MASH, он может работать без аккумуляторов, равно как и SiloVI 5000MASH, SiloVI 3000MASH. Они могут работать без аккумуляторов. На моем канале много видео было, где я показывал, как эти инвертора работают без аккумуляторов. К слову сказать, это замечательная функция, потому что вы можете вложиться и купить самый хороший инвертор. Это SiloMax 7200MASH. Купить какое-то определенное количество солнечных панелей. Ну, я рекомендую не менее, все-таки же 2 кВт. И все, у вас уже начнется экономия электроэнергии. То есть инвертор будет совместно с городской сетью работать в солнечной панели, городская сеть, подмешивая энергию городской сети к энергии Солнца. Ну, либо наоборот. Смысл в том, что приоритет, конечно, Солнца. В первую очередь, Солнце будет питать вашу нагрузку. А впоследствии, что не хватает, будет инвертор добирать из городской сети. Тем самым, значительно экономя уже ваши счета за электроэнергию. Ну, а, соответственно, впоследствии можно будет докупать панельки и увеличивать поле солнечных панелей. Если говорим о 7200MASH, то это по 4 кВт на каждый MPPT-контроллер. Здесь 2 MPPT-контроллера. Таким образом, 8 кВт солнечных панелей. Ну, и впоследствии уже можно купить аккумуляторы и, в общем-то, практически не зависеть от городских сетей. Итак, друзья, подключили мы инвертор, закрепили его на стене, согласно инструкции. Первое, что нужно сделать, не забывайте, второй пункт, заходим, вот клавиша Enter, вот она же, Foul, да, и вот значочек такой, как Enter, как на компьютере. Нажали, удержали, зашли в меню, вот оно, меню 0,0, да, и стрелочками щелкаем вниз-вверх, соответственно, вот эти стрелки, они листают в меню. Нам с вами задача зайти во второй пункт, вот второй пункт. Здесь нам нужно выбрать силу зарядного тока. Ну, вот у меня стоит 60 А, потому что у меня банк аккумуляторов большой. А вам нужно сориентироваться будет по вашим аккумуляторам. Речь идет о свинцовых аккумуляторах. Ну, вот, например, у меня стоят гелевые и АGM аккумуляторы. Соответственно, если, допустим, мы возьмем пример, у вас аккумуляторы Sunstone Power, допустим, от компании Technoline, 200 А, то сила зарядного тока там 30 А, соответственно, вам во втором пункте нужно будет поставить 30 А. Это не каждого аккумулятора, чтобы вы не путались 30 А, а вы соедините их последовательно, 4 аккумулятора, таким образом у вас получится 200 А, емкость ваших аккумуляторов на 48 В. Соответственно, здесь мы с вами нажмем опять Enter, и, соответственно, стрелками мы листаем, ставим 30 А. Вот в вашем случае так, если у вас, соответственно, там уже 8 таких аккумуляторов, то можно будет поставить 60 А. Вот, все, нажали Enter, применилось, можно нажать кнопочку вот с такой стрелочкой, как Escape, да, выйти. Вот опять мы вышли, ну, соответственно, в наше меню. Можно проверить, посмотреть. Заходим в второй пункт, выдержали. Второй пункт, вот они наши 30 А остались. Но я верну свои 60, потому что у меня банк аккумуляторов большой. Вот таким вот образом. Это второй пункт. Аккумуляторы, зарядка аккумулятора. То есть, более 30, в моем случае, более 60 А, на аккумуляторы силы тока не пойдет. Хоть городская сеть, хоть солнце, без разницы. 60, это будет максимально. Вот в вашем случае 30, ну и так далее. Если у вас, например, аккумуляторы Тубор, то они позволяют до 50 А подавать силу зарядного тока. Вот этот пункт не забудьте, это обязательно нужно установить, чтобы не испортить ваши аккумуляторы сильным зарядным током, если они на таковой не рачат. Теперь, друзья, настроим с вами исключительно режим работы инвертора. Здесь основные три режима. Это когда инвертор работает исключительно от городской сети, а аккумуляторы используются только в том случае, когда городской сети нет. Это первый режим, и он называется у нас USB. Давайте мы сейчас его и включим, посмотрим, что это такое. Заходим, как всегда, в меню, выбираем первый пункт, и здесь выбираем USB. Вот это, USB. Вот такой значочек. Нажимаем Enter. И смотрите, что сейчас произойдет. Обратите внимание, питание нагрузки на дисплее от солнечных панелей прекратилось. Работает исключительно городская сеть. То есть, исключительно городская сеть питает наш дом, всю нагрузку в нашем доме. Солнечные панели используются исключительно для заряда аккумуляторов. Мы отключим городскую сеть. Обратите внимание, что произойдет. Я выключаю городскую сеть. К слову, мгновенно инвертор перешел на работу от аккумуляторов и солнечных панелей. То есть, видите, стрелочка городской сети пропала. Все, в случае возвращения городской сети. Возвращаем городскую сеть. Смотрим. Вот инвертор щелкнул. Городская сеть вернулась. Все. Солнечные панели работают исключительно на заряд аккумуляторов. Нагрузку они не питают. Такой режим подойдет исключительно тем, кто инвертор использует как источник бесперебойного питания. У кого-то даже нет солнечных панелей. Тогда просто аккумуляторы можно поставить, чтобы заряжались от городской сети. И нагрузка питается от груза сети. В случае отключения городской сети инвертор переходит на режим работы от аккумуляторов. Это первый режим. Это USB. Запомнили. Итак, друзья. Следующий режим настройки инвертора. Работы инвертора. В первом пункте. Это уже второй пункт. Это как СУБ называется. СУБ. Его отличие от USB в том, что вот как раз он сейчас работает. Давайте зайдем. У нас был USB. Теперь вот у нас я поставил СУБ. Первый вариант. Вот он СУБ. Вот таким вот образом СУБ. Чем он отличается? Он отличается тем, что уже приоритетом питания и нагрузки является не городская сеть, как в предыдущем варианте, а именно солнечные панели. То есть у нас работает нагрузка в доме. То есть все электроприборы в доме. Преимущественно от солнышка. Если не хватает энергии солнца, то добираем из городской сети. Если городской сети нет, то добираем из аккумулятора. В данном режиме я могу отключить аккумулятор прямо на работающем инверторе. Смотрите, я вам сейчас это продемонстрирую. Отключаю аккумулятор. Вы сейчас увидите по значку. Все, я аккумулятор, предохранитель вытащил. Прямо на работающем инверторе. Вот он, предохранитель. Я раз замкнул. Ну и вот смотрите на дисплее. Вот у нас появился значок, что у нас нет аккумулятора Здесь замигал БАТ, аккумулятор отсутствует Но тем не менее, у нас солнышко питает нашу нагрузку И городская сеть питает нагрузку Сейчас очень пасмурно Вот посмотрим на счетчики Вот этот счетчик исключительно городская сеть А это общее потребление То есть видите, общее потребление больше, чем мы забираем от городской сети Соответственно, это добавляет нам солнышко Все недостающие энергии нам добавляет солнышко Вот таким вот образом инвертор может работать без аккумуляторов, запросто В режиме суб Вот таким вот образом Вернем аккумулятор обратно Сейчас аккумулятор появится, и инвертор его увидит Если энергии в доме работает мало, как каких-то потребителей Допустим, холодильник, солнца много То у нас одновременно будут заряжаться аккумуляторы от городской сети Мы практически ничего не будем брать Там буквально какие-то милливатты Вот аккумулятор появится И третий режим работы инвертора И это будет называться СБУ Давайте зайдем Так, заходим в меню Опять первый пункт Нажимаем Enter И выбираем СБУ Вот он, СБУ Очень интересный режим Сейчас я подробнее расскажу о нем Нажимаем Escape Все, мы вошли в режим СБУ Вот обратите внимание, городской сети сразу не стало Инвертор отключил городскую сеть И идет питание нагрузки исключительно от солнца и от аккумулятора Но даже сейчас от аккумулятора не идет Исключительно от солнца хватает Давайте посмотрим напряжение на аккумуляторе Так, где у меня Бат 50,5 Вольта напряжение на аккумуляторе Смотрите, чем интересен этот режим Приоритет работы, естественно, от солнца и от аккумулятора А городскую сеть он будет подключать только тогда Когда напряжение на аккумуляторах просядет до указанного вами в пункте 12 Напряжение Заходим в пункт 12 Посмотрим, какой там у меня указано Заходим быстренько в 12 пункт 10, 11, 12 До 49 Вольт Он регулируется Вы здесь сами можете либо поднять, либо опустить До какой степени разряжать аккумуляторы Прежде, чем перейти на городскую сеть 49 Вольт Запомним этот момент Да? Так, здесь посмотрим опять Вернемся на напряжение 50,3 Видим, да? Нагрузка у нас питается вообще исключительно от солнца Давайте я добавлю нагрузку Чтобы нагрузить наши аккумуляторы Полтора киловатта включил Сейчас, увидите, пойдет от аккумуляторов Видите? Как дойдет до 49 Вольт Переключимся на городскую сеть Обратите внимание Падает, падает Нагрузка большая Подождем 49,1 Видите? 49 Сейчас чуть ниже 48,9 будет И вы увидите, как инвертор подключит городскую сеть Немножечко подождем Тяжело просадить такой большой банк аккумуляторов Как у меня 48,9 Оп, все Щелкнул И вот он подключил городскую сеть И теперь у нас идет питание Нагрузки от солнца И от городской сети Аккумуляторы не задействованы Как только солнышко подзарядит аккумуляторы И напряжение на аккумуляторах поднимется до уровня Который вы устанавливаете в пункте уже 13 Смотрите, давайте перейдем на пункт 13 Я вам покажу То инвертор перейдет опять на работу от аккумулятора Вот тем и интересен этот пункт 50 Вольт здесь стоит То есть как инвертор перейдет на 50 Вольт То, соответственно, опять мы будем работать от Непосредственно аккумулятора солнца Городскую сеть инвертор отключит Все эти пункты, конечно, регулируются Вот 50 Вольт Смотрите, сейчас чуть побольше будет И мы увидим, как городская сеть отключится Давайте подождем маленько этот момент Я на видео немножко ускорю Ожидание Вот инвертор перешел на работу Опять солнце и аккумуляторы Городскую сеть отключил И пока он опять не просадит до 49 Вольт Соответственно, он так и будет работать Аккумуляторы и солнце Очень интересный режим Его можно по-разному применять Вносить в него разные настройки Путем изменения порогов Низкого и верхнего напряжения на аккумуляторах Использовать, в общем-то, по-разному В своих целях Кому как удобно Вот так вот, ребят Коротко Ну, наверное, емко Все-таки же о настройках гибридного инвертора Сила Макс 7200MH Многие просили Многие задавали вопросы В общем-то Данное видео Я периодически рассказываю В своих консультациях Когда ко мне люди обращаются За консультацией За помощью по построению солнечных электростанций Я вот это именно рассказываю То есть это один из пунктов Который входит В мою работу персональную С клиентами Когда работаю Я объясняю где, что и как То есть вот таким образом Я, в частности, и объясняю Рассказываю Довольно-таки наглядно В общем-то На живом примере Так что Вот кто интересовался То пожалуйста Ну а теперь, друзья Я расскажу вам Как настроить режим Работы Зарядки аккумуляторов От городской сети Когда мы заряжаем аккумуляторы При каких условиях Заряжаем Или не заряжаем Это будет, наверное Последнее в этом ролике Потому что и так Я его затягиваю Это вот чистый технический ролик И не всем он будет интересен А исключительно тем Кто Ну вот планирует Приобрести такой инвертор Или уже приобрел Или аналогичный Этому инвертору Итак, значит Перейдем в пункт 16 Меню инвертора Здесь как раз И настраивается Режим зарядки аккумуляторов От городской сети Именно от городской сети Так, заходим В 16-й пункт Итак, вот 16-й пункт ОСО Вот это ОСО Это означает то Что аккумуляторы Заряжаются Исключительно от солнца От городской сети Мы не заряжаем аккумуляторы Другой пункт Здесь ЦСО Давайте мы его выберем Сейчас ЦСО Вот такой ЦСО Этот пункт Означает Что в качестве Приоритетного источника Для зарядки аккумулятора Выбираются Солнечные панели Зарядка От аккумулятора От электросети Производится только В том случае Если энергии солнца Недоступна То есть Грубо говоря У вас наступила ночь И у вас идет Заряд аккумуляторов То тогда Вот мы выбираем ЦСО Если вам нужен Такой пункт Сила зарядного тока От городской сети Устанавливается у нас В 11 пункте Так Зайдем в 11 пункт То есть Каким током Будем заряжать В 11 пункте Вот У меня стоит 20 На самом деле Я здесь Не заряжаю Крайне-крайне редко Я пользуюсь зарядкой От городской сети Аккумуляторов Вот можем поставить 2 ампера Это минимально И максимально Это у нас будет 50 ампер От городской сети Нет 80 80 Да Максимально 80 ампер Мы можем Заряжать аккумуляторы От городской сети Вот таким вот образом Минимально 2 ампера То есть Соответственно Выставим В 11 пункте Силу зарядного тока В 16 пункте Мы уже выставляем Надо ли нам Заряжать Или не надо Вернемся В 16 пункт И посмотрим Еще один режим Он называется Сну Сейчас я вам объясню Так Здесь выйдем Заходим Опять в 16 пункт Я надеюсь Никого не запутал Все Понятно Объясняю Итак 16 пункт Так У нас стоит По-прежнему ОСО То есть Не заряжать Аккумуляторы От городской сети Так ЦСО Мы с вами уже разобрали Это заряжается Исключительно Когда нет солнца Когда есть солнца Заряда не будет И Следующий пункт Это вот этот вот Сну Так называемый Вот этот вот Сну Означает то Что аккумуляторы Будут заряжаться Одновременно И от солнечных панелей И от городской сети Соответственно Если мы его выберем То и солнышко И городская сеть Будет заряжать Нам Наши аккумуляторы Солнышко Солнышко будет заряжать Так как У вас максимально Установлено Во втором пункте Сила зарядного тока Не более Да Давайте зайдем Второй пункт Первый Второй То есть У меня 60 ампер А от городской сети Будет заряжаться Непосредственно Сколько вы установили В 11 пункте 10 и 11 Ну 20 ампер Да Поставим там 2 ампера Например Можно так сделать Вот таким вот образом Друзья Я надеюсь Данное видео Будет Многим полезно Ну соответственно Об этом вы расскажете В своих комментариях Ну а если вы решили Построить солнечную Электростанцию Друзья То мой канал Вам в помощь На своем канале Я разместил Большое количество Видеоматериала Из которого Можно построить Любую солнечную Электростанцию Начиная с Самой простой 12 вольтовой Потом Система Более мощная Уже на 24 вольта И заканчивается Уже профессиональными Солнечными Электростанциями На систему 48 вольт На базе Одного из самых Лучших гибридных Инверторов Сила Макс 7200 мх Но если у вас Нету времени Просматривать Большое количество Видеоматериала Или же вы хотите Именно персонально Под ваши задачи Построить солнечную Электростанцию То я даю Такие персональные Платные консультации В которых Персонально для вас Я объясню Какие лучше Использовать инвертора Как использовать Параллельное Подключение Инверторов В общем Любые сложные Задачи Солнечные панели Как подключаем Каким сечением Кабеля И так далее И так далее Я даю Персональные Платные Консультации Где прямо В видео Показываю Как и что Мы будем Подключать В общем Вопросов Больше не останется Все будет Предельно ясно Если мое Предложение Интересно То вот Моя электронная Почта Пишите Оставляйте Ваши контакты Я с вами Свяжусь Желательно По ватсап Или лучше всего Телеграм Все друзья Ну а я попрощаюсь С вами Крепкого здоровья Благополучия И мира Вашим семьям Будьте здоровы Пока